хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полный имя влад владислав фамилия шамак шамак владислав шамак владислав викторович который готов год рождения 2002 год 2002 да откуда сам родом новосибирская область россия области город или по всему новосибирская область район и поселок мошкова мошкова до контракта до контракта когда подписал контракт 25 августа 25 это со срочки до срочки 25 августа 2022 да 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 и какая должность ну должность в полку водитель-моторист вот здесь вот контракт на украину был номер расчета номер расчета а что это значит номер расчета помощник пулеметчика помощник пулеметчика то есть как бы наводчиком более был да или как блин как бы объяснить ну объясни то что делал ну че делал пулеметчика не было толком я как бы за пулеметчика а то есть как бы должность была одна но по сути ты как бы пулеметчиком был да да я понял сколько обещали платить на контракте в украина 200 тысяч на дух со а 200 да а когда зашел в украину 29 августа 29 а через какую область блин через балклей это харьковская да я стоял харьковская области на а когда взяли в плен в плен взяли 13 сентября быстро дачи две недели да какие задачи ставились ну какие в основном посту стояли все снова ничего не делали только как делю пен очень коротко это там без подробности пошел вошел пернул и так далее как получается 10 сентября наш полк батальон уехал который стоял на деревне все и мы что-то дошли до штаба смотрим нету никого такие блин чё за фигня она с пятерых оставили там все мы такие ладно штабе переночевали с утра пошли до посадки ну где главный штаб был все до туда идем идем там тоже нету никого все мы такие чё за фигня как так все а там дорога метров через собой ну мы готовы дошли получается выходим и едут это джипы с пулеметом на голове все туда проехал один такие кто такие без опознавательных знаков без ничего все уехали минут через пять едут уже два таких джипов все остановились ну стрелили вверх мы в поле разбежались двое сдались а вот мы с посадком с одним получается через леса через поля пошли в сторону границы уходить ну и так вообще взяли на железнодорожном мосту возле станции букина триста восемь седьмой километр взяли по мосту все я такой вижу кто-то лезет все товарищи толка люди кто-то вазит смотрим смотрим гляделки такие направили руки вверх все мы столезем я понял семья есть нету сирота сирота да да то есть в детдоме сам дедомовский или как в 16 лет мама померла все я остался один получается меня родственники забрали под опеку в краснодарский край этом три года жил техникум закончил и получается уехал от них какой техникум какая специальность странинский механико-технологический техникум специальность мастер строительных отделочных работ ну то есть закончил и уехал от них почему уехал ну они ремонт собирали делать зале и как бы это я за лежу что все чтобы место не занимать уехал обратно в мошкова к себе а мошкова что-то мыть его было частный дом от родителей достался от родителя то есть тебя до 16 лет мама воспитывала да да а мама почему умерла что случилось онкология онкология да сколько лет было 37 37 лет до 30 онкология и то есть и что ты делал мошкова мошкова приехал первое время погулял а потом это на подработки работал так это траншеи покопать на складах помогать разнорабочий на ну да на школа да да сколько платили сколько месяц можно было вытянуть ну месяц я основу за сутки сразу сколько за сутки минимум полторы тысячи выходе рублей да а потом на срочку пошел да потом 10 декабря на срочку поступил это призвали да 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 призвали получается не пошел там курс молодого бойца проходить там дальше живу я понял а вот на контакт перейти то есть 10 декабря где август это срочка сколько в россии год 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 срочка да то есть еще год не прошел почему пошел на контракт деньги ну надо дом восстанавливать надо было потому что да к тому же зимой что я призвался ночью ни дров ни угля не было ну или как выживал так сказал все и прямо все игры что лучше пойти на контракт все это кто ну в военкомате говорили так но друзья некоторые вот тоже говоришь лучше на контракте пойти деньги больше да ну да чтобы дом установить а сколько на контракте платили до войны вот это вот я не знаю ну у нас рядовой кондора на контракте дом все должен здесь минимум 40 тысяч хорошо а вот когда ты подписывал контракт в августе ты же понимала что уже как бы война да я учу так приблизительно понимал что там на украине вот что-то война какая-то творится спецоперация началась я понимал ну получается как бы объяснить я рапорт написал если у меня на украину забрали смотри я все могу понять да вот там например вот я очень вот я иногда смотрю вот россияне так говорят да на камеру ну давай так ну мы серьезные люди да вот например для чего даже все балабольство да вот где 40 а где 200 это же обговаривалось ну то есть ты знал тут то есть ты не маленький тоже понимаешь что 200 к не платится за фигню и вот это типа штукой я не знал куда поеду что там происходит это все хрень собачьи ну то есть ты знал то есть мотивом были деньги правильно то есть тебе вот в этом мошкова да ты сам как бы проживал да полностью девушка есть нету да то есть мошкова ты сам проживал и за деньги ты как бы согласился поехать что вообще на же украине так ну блин сложно сказать ну не знаю страна как страна в принципе ничего такого особенного не знаю точно не читаешь да что любишь копеек авторов ну то же верно потом пол рейк фамилию уже не было ну в основном фантастика больше сантаста кого любишь вот точных авторов нет вот именно типа книгу возьму почитаю пару страниц если сюжет затянул читать могу за хорошо жильвера на какие вот такие вот 20 шлей под водой это прямо самый такой и таинственный остров это вторая часть может быть как бы они соединены вот это интересные книги дети капитана гранта не слышал пятнадцатилетний капитан тоже я когда-то когда в школе учился мне нравился жильвер тоже много читал кем вообще в жизни мечтал стать ну вообще хотел это стать бизнесменов какие-нибудь такие вот бизнесмена ну как предприниматель чтобы зарабатывать деньги да ну купли-продажи какой-нибудь заниматься такой стрелял украине ну только час до стрелял стрелял то есть принимал участие в боях нет не принимал а как банки поставили постреляли по нему все это что для чего просто в лесу там до около балаклея нет не возле балаклея возле деревня долгенько удачи у нас пост тихи вы все кто никто не идет от нас никто не идет он просто стояли чем для тебя 9 мая где-то мою ну день победы над фашистом дедов деды воевали правда за что они боролись они боролись за страну застав что это значит боролись за страну боролись за россию за мир во всем мире так сказать за мир во всем мире да защищали страну да ты как бы потомок дедов русский военный российских солдат вот эту историю вот эту не одну как бы ты ты потомок дедов правильно которые воевали да у тебя кто-то воевал дядь митя где даже прапрадед митя вот он на танке был воевал да против нацистов правильно да что ты сейчас за что ты воюешь но тебя прапрадед воевал защищал страну а ты за что сейчас воюешь не только мне зачем его его так сказать предложили согласился если честно за денежку и да это света идея или нет ну блин здесь сложновато ответить так сказать ну думаю что нет что плохо что за деньги чего я вот это вот то что ты сейчас задумался это первый раз ты задумался нет я уже много раз задумался бы ну то есть то что ты все что ты сделала это хорошо или плохо что за деньги пошел воевать ну если так подумать туда это плохо что пошел в другую страну воевать за деньги на светлой идеи никакой нету не а вот вот твое личное мнение это же российский солдат да вот я сколько 22 года до 22 22 точно так ты 2002 года российская армия это мощь но в основном а в чем она проявляется военной технике и в ядерном оружии шоу дальше но смотри но как бы ушли из харькова харьковского направления там где ты стоял персон а в чем тогда мощь ну даже если техника было дальше что ну ядер согласен если ядерные страны это только одно но в чем может все убежали потому что без понятия почему я все убежали наступление наверное высу было сильно поэтому и отошли все массу хорошо и не знаю не видел все смешно все говорят не видел не знал стоял просто на посту да в основном все вот кто здесь а вот вот общение твой да вот круг общения тоже общайся там с людьми перед этим до солдатами ну даже не солдатами вот большинство они поддерживают туда до своего как у вас называют или нет был в россии вот россияне поддерживает до своего вот то что все происходит в украине они поддерживают но вот большая часть до поддерживается некоторые говорит но ты на большая часть вот луганский донецкий не играть типа жили спокойно 2013 году пришли к ним с танками заехал в основном не выдаюсь в эту информацию типа ну каждый так сказать совершает ошибки 5 это не ошибки это людские это человеческие жизнь это не ошибки это жизнь это все что люди могли закопить за свою жизнь могу украинцы уехала несколько миллионов 8 выехала со стороны чистки как-то это очень даже очень это очень не объяснил поселку да вот работа нету ни хрена нету да ты я правильно понимать ты пошел на контракт с безнадёги то есть будущего никакого в жизни да не было будущее поехать на вахту работать а так в основном а почему не поехал на вахту ну то есть я понимаю вот у тебя есть четкое понимание что ты пошел на контракт за деньги с безнадёги правильно согласен да вот почему внутри страны нельзя как-то разобраться блин так-то можно разобраться было там ну проблем в том что дом основательно поэтому и согласился так сказать на большие деньги но не ценой жизни украинцев то есть извини меня где-то скоро сколько население эта посолка поселка это мне воносили вообще в этом поселке нет нет я говорю вот там откуда ты маша вец маша мошкова мошкова да ну тысяч 10 тысяч 10 вот из-за какого-то дома в долбаном мошкова идти убивать украинцев ну ну это не убил они ну смысле но капуста за что платила за то что зашел вот сидел вагнер и ваться он прямо типа сказал что он не видит разницы между вагнеровцами и контрактниками они все идут за деньги но разницы он не видит потому что я говорил 1 он будет до контрактники тоже те же самые наемники просто у них другой статус бабки все решают ну так кстати да вот получается на контракт если идем то сон это как же наемный рабочий идем вот те которые тебя на теплую опеку взяли они что тебе говорили тоже говорили идти на контракт я с ними общаюсь почему поругались характерами сошлись в основном что это значит характерами не сошлись как с этим разногласия всяким были почему ты труднее ребенок для низкой да наверно а что ты делал в основном что что непослушным так сказать был криминал был не было да то есть просто не слушался да вы что-то сказать россиян здесь вот одно сказать быстрее вы меняли бы а так вот лучше не подписывайте контракты рапорта на украину здесь ничего хорошего не найдете украинцам что-то прошу прощения за то что пришел к вам страну с оружием был глуп сейчас уже понял что не надо было совершать такую большую ошибку